Самый прекрасный, лучезарный человечек. Смотрите, какой я красавчик, такой, какой я есть. Я прекрасный, условно, красивый. Один напиздело слился, а второй сидит в жопу лижет. А что случилось? Тебе не хватало игровой практики в Ростове. Вот это вот желание, вот это любовь к футболу, наверное, в один момент меня и погубило. Тёма травмировал кресты. Да ну, Настя, ну зачем? Ну нельзя же так делать. Ребят, всех приветствую в Белой Комнате. И сегодня самый прекрасный, лучезарный человечек, который является частью Тодороса, это Артём Тумба, он же Артём Пантера. Я тебя рад приветствовать в этой Белой Комнате, мы тебя очень долго ждали. Но я также напомню, что спонсором этого ролика является компания Фонбет. И по промокоду БРО ты можешь получить 2000 фрибетов совершенно бесплатно. Ссылочка будет с закреплённым сообщением под этим роликом. Ну а мы начинаем. И да, чуть не забыл представить, прекрасный Фёдор Маслов и я просто Эрик. Ну что, Тёмыч. Всем привет. Приветствую, Тём. Давай начнём с вопроса, который 100% всех волнует. Как ты? Как ты? Здорово. Ну как, конечно. В целом понятно, что по твоей улыбке всегда видно, что ты здорово, классно и вообще всё супер. Но, естественно, вопрос про твою ногу, про травму. Да, вот, сделали операцию, всё нормально. Реабилитируюсь. Надеюсь, что уже скоро выйду на поле. Уже буду всех радовать своей красивой игрой. Надеюсь, что она будет красивой, не тусклой. А так. Просто именно надо быть готовым миндально к этому. Какие сейчас сроки уже? Понятно, что перед операцией говорили то одно, то другое. Кто-то вообще говорил, что тебя за полтора месяца, за два на ноги поставят. Сейчас после операции всё уже более реально и более понятно. Тоже никто ничего не знает. Потому что говорят, может, 6-8 месяцев. Может быть, быстрее. Пока именно смотрят по моей ноге, по моему самочувствию. А по первым дням после операции тяжело сказать. Кто не в курсе, Тёмыч вышел за Тудроц в матче МФЛ. И получил разрыв крестообразных связок. Вот в тот момент ты сразу всё понял или нет? Нет. Я почему-то не прямо больно был. И я уже сразу думал, что я выйду. Я сейчас стану быстро и выйду. Наверное, это, не знаю, может быть, эмоции были. Бешеные эмоции. Потому что было много болельщиков. Играл, по сути, у себя дома, можно так сказать. И были положительные эмоции. Из-за этого думал, что выйду. Так, чё? Потом через 2 часа меня разочаровали. Сказали, что на крестообразной связке. Ну, как будто 5, даже нет, 2-3 минуты я был в каком-то другом пространстве. Я просто не знал, где я нахожусь. Но потом я успокоился. Я, наверное, понял, что эта ситуация не просто так дана. Ты же, когда лежал на газоне, ты орал, колено вылетело, вылетело колено. Я думал, да, вылетело колено и всё. А что такое вылетело колено? Ну, короче, один раз мы играли. По-моему, уже ЦСКА против Локомотива 2. И там как-то какой-то стык был. Я просто в сторонке смотрел, как всегда. И просто неудачная борьба. И у защитника колено вылетело. Я думал, что там что-то страшное. В итоге на следующей неделе он начал тренироваться. Вот и всё. А выглядело это нормально? Нет, вообще не нормально. Это, допустим, как у Карпухина выглядело. Что у него нога вот так вот вывихнулась. Только у него она так и вывихнулась. И смотрел в другую сторону колено и чашечка. Вот и всё. Жесть. Жесть. Полная жесть. Желаем просто всего скорейшего выздоровления. Благодарю. Ждём тебя на футбольных полях. Надеюсь, что в высших чемпионатах России, а не в медийной лиге. Согласен. Даже сейчас, видишь, он улыбается сейчас. Он улыбался когда-то после операции. Ты максимально реально, вот тебя Эрик даже представил, как самого улыбчивого человека всего комьюнити, всего сообщества. У меня сразу есть вопрос. Мы таким образом заодно к детству к твоему перейдём. Ты вообще когда-нибудь с кем-нибудь, не знаю, дрался ли по-настоящему, ссорился? Или, возможно, ты дрался и вот так вот бил? Я думал, у меня вопрос, ты в детстве сколько раз падал, что ты так много улыбаешься? Нет. Ну, да, были, конечно, конфликты. Но не прямо в детстве. Мне мама говорит, что я ужаснулась, когда в детском садике увиделось, что меня бьют по голове, а я улыбаюсь. Серьёзно? Настолько? Да. А потом, вот в сознательном возрасте? В сознательном возрасте такого не было. Я всегда пытаюсь как-то разрулить ситуацию, разрядить обстановку, где-то отшучиваться, где-то просто отойти, чтобы не было конфликтов. Для конфликтов я очень ленивый. Я не знаю, вот реально максимально ленивый. Ну, как бы меня ни обозвали, мне всё равно. Мне просто лень, я хочу там пойти заниматься своими делами. Вот и всё. Ну, хорошо, но всё равно случалось, ты говоришь, какие-то конфликты случались. Давай вспомним какой-нибудь самый такой жёсткий конфликт, когда ты, не знаю, может быть, действительно подрался или же разругался сумасшедшим образом с кем-нибудь. Ну, было во втором классе, я с четырёхклассником. С четырёхклассником? Да, с четырёхклассником подрался, вот, спасибо, Эрик. Ну, там, насчёт света кожи, все дела. Ну, просто не первый раз уже так, отшучивались. Ну, и мне уже неприятно было. В итоге, вот, кстати, недавно с ним встретился. Я с тренировки шёл, со своей дополнительной. И он говорит то, типа, привет, давно не виделись. Там, вообще извини за то, что там раньше вот так подкалывал. Ну, это детство, типа, я говорю, я всё понимаю. Ну, потому что в детстве, я не знаю, кто-то говорит, что дети – это самые злые существа. В плане того, что если там человек лысый, они будут смеяться, если он чёрный, они будут смеяться, если он там в очках. Для них это, ну, я считаю, что всё в новинку. И у них это какая-то реакция, не знаю, ну, первая реакция. Ну, не плакать же им, чтобы, ну, когда они видят нас там, условно, троих. Они просто смеются, вот и всё. Я не могу сказать, что… Ты в очках, получается. Ну, да. Ну, из-за этого, конечно же, в детстве там был буллинг, ну, это нормально. Ну, и прям, чтобы жёсткий. Меня, наверное, и мама защищала каждый раз. И, как сказать, ну, и мне говорила, как отвечать. Хотя я и не отвечал так. У тебя не было такого, то, что, ну, например, называют себя по расовому признаку как-то, то, что ты очень сильно начинаешь загоняться и считать себя не таким, как все. У меня было такое. Вот у меня где-то первый год, когда я в первый, там, второй класс пришёл, ну, пришёл, вот у меня вот был такой момент, когда я реально стеснялся себя. Я, типа, у мамы спрашиваю, почему я там не белый или что-нибудь такое, там, типа, девочка мне нравлюсь. Не знаю, из чего я это взял, но так и было. В итоге просто в какой-то момент реально щёлкнуло, и мне вот прям кайф было, кем я являюсь, мой цвет кожи, то, что, ну, реально я неплохой, вот так вот, если так посмотреть. А когда это случилось, когда у тебя щёлкнуло? Наверное, когда мне было лет-то девять. Не знаю, вот именно я начал кайфовать. Ну, от себя это как-то прям ЧСВ-шно звучит, но вы поняли, про что я говорю. Ты начал нравиться себе. По мне это нормально, это не ЧСВ, это... Наверное, да, нравиться себе. Ну, вот. Ты понимаешь, да, о чём он говорит? Конечно. Самое главное, что ты тоже понимал. Я тут резко вспомнил ситуацию, когда как раз-таки ты был злой, и чуть не дошло дело до драки. И случилось это на съёмках Тут Ротс как раз с Педро. Да. Я был злой в плане того, что я и так проиграл, а тут Педро мне что-то говорит в плане того, что да вот, ты трус, ты не сделал татуировку. Ну, и говорю ему просто спокойно, типа, ну, не сделай татуировку. Типа, что ты сразу на меня накидываешься, и он начал. Но самое главное, что мы сейчас с ним хорошо общаемся, в плане никаких конфликтов нет у нас. Какой-то раз в жизни ты, вот правда, хотел кому-то тащить? Один раз у меня был такой случай, когда я МБП леща дал. МБП? На съёмку, да. Ты не знал? Рассказывай. Ну, короче, у нас были съёмки на 50 тысяч, по-моему. Или, а, нет, старое поколение против нового. И в итоге там что-то МБП себя не прям здорово вёл, там, меня отравил, там, крапа, что-то. Я тоже уже начал кусаться. И в какой-то момент он что-то прям, ну, не знаю, довёл меня. Я ему прям леща прописал. В этот момент лещ был на весь манеж слышен. Там Жека вот с такими вот глазами просто смотрел. Это что вообще произошло? Ну, типа, потом мы где-то вместе, ну, не общались. Потому что я прям что-то нормально дал. Не рассчитал сил. Ну, вот такой момент, да, был. То есть всё-таки Артёма Пантеру можно разозлить? Ну, да, но это очень тяжело, я не знаю. Я не могу сказать, что у меня безграничное терпение, либо что-нибудь такое. Я просто ленивый, наверное, вот честно скажу. В этом плане у меня есть лень, и, наверное, я сосредоточен на себе и на своих целях. Вот. Ты уже упомянул, что сталкивался с расизмом в детстве. Ну, да. У нас тут Эйтан был в самом первом, да, по-моему, выпуске? Да. Вот. И Эйтан рассказал много довольно страшных историй про его контакты с расизмом от окружающих. Что было у тебя? Ты родился и рос в Москве. Да. Это Москва нулевых годов, получается, там, да? Плюс там нулевые и десятые. Вот. Скажем так, это уже не 90-е, но все-таки еще не то, что сейчас, скажем так. Нет, ну, когда я посмотрел про Эйтана, я прям ужаснулся, вот честно скажу. Ну, это, я не знаю. Ну, даже не могу подобрать слов, потому что это реально позор. Он же тоже человек, ну, и типа так относится, я не знаю. А со мной, ну, таких случаев, как у него, не было. Ну, да, было, что, наверное, да, опять же во втором классе, я что-то после физры захожу в туалет и меня там встречают там пять лбов. Я не знаю, какой там глаз был. Они типа начинают, о, привет. Ну, я, слава богу, быстро бегаю, я убежал. Ну, типа вот, там, в команде тоже, конечно же, были. Ну, приколы, вот это вот все. Ну, это не приколы были, они реально так считали. То есть не то, что по-доброму шутили, а обзывались? Да, именно обзывались. А как обзывали? Да что, черномазы там, черный, негр. Ну, нормально обзывали. Хотя я не могу сейчас это прям обзывательство назвать, но тогда было, да. Как ты реагировал? Ну, опять же, первые два года я прям реально загонялся, стеснялся. Потом реально перестал на это обращать внимание. Не знаю, как это произошло, наверное. Ну, реально старания мамы, бабушки, там, они прям в меня вселили уверенность. Ну, что я такой, какой я есть, и я прям прекрасный, там, условно, красивый в них. Ну, это, наверное, и дало уверенность. Мы как раз заговорили о маме и бабушке. Вот как реагировала твоя мама? Потому что мама, я так понимаю, русская белая женщина. И когда у нее ребенок темнокожий, который живет в Москве. Она прям переживала. Вот реально. Я тебе говорю, она из меня, наверное, если бы не она, я бы не был бы таким, какой я есть. Наверное, там, дисциплина тоже. Это все от нее, потому что, ну, в первые четыре года вот в школе она меня прям уничтожала. Она прям была жесткой. Вот потому что, если где-то тетрадку неправильно записала, она могла мне на меня наругаться, либо что-то потерял. Но вот реально, она, ну, ругала, там, наказывала. Но в итоге она сейчас говорит, если бы сейчас я, ну, если бы я тогда бы этого не делала, к тебе бы по-другому относились. Прям ругалась, даже если ты что-то потерял? Ну, да. Вот, кстати, поэтому, когда Темыч приходил к Эду, он же рассказывал, что он не потерял девственность. Потому что боялся, что мама наругалась. Недолго. Нормально было, кстати. Почему ты не посмеялся, я не знаю. Так потому что это шутка? Да нет, ну, не знаю. Я маме все равно благодарен, потому что она права. И я вот недавно посмотрел про ЭТО, он сказал... Про ЭТОО? Да. Самуэль ЭТОО? Да, Самуэль ЭТОО, футболист. Знаменитый футболист сборной Камеруна. Да. Он сказал, чтобы мне жить как белому, мне нужно работать как черному. Вот это прямо у меня запомнилось на подкорке сознания, честно скажу. Это прямо вот яркая цитата, которая реально показывает, как мне надо жить. По сути, все вот это вот твое максимальное погружение в, ну, в первую очередь, в футбол. Я не знаю, как у тебя там с другими какими-то твоими увлечениями. Я вижу только то, что касается футбола. То, что ты тренируешься, 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 а после того, как потренировался, и еще идешь тренироваться, тренироваться, тренироваться. Это все вот оттуда, скажем так. То, что тебя так воспитала мама и... Меня мама прям воспитывала, потому что еще, ну, когда я был в Дюше 84 года, у нас был тренер Анатолий Николаевич. Он прям жесткий такой тренер. Прям, ему было там 65 лет, но он прям уничтожал. Если ты что-то сделал не так, 300 приседаний, там, 300 отжиманий, в лужах кувыркаешься. В лужах? Угу. В лужах кувыркаешься, там просто, я не знаю, один раз было такое, что у нас кто-то в комнате прошумел. Я это просек, я отвернулся, типа я спал. И двум пацанам просто досталось тапком. Я как испугался в этот момент, он именно замахнулся, я смотрел этот момент, и он вот так вот прям, как в мультиках каких-то, когда вот ребра вот сюда уходят, так и он замахивается, и там такие звуки были. Они орали, и потом он ко мне уже подходит, да, я просыпаюсь и спрашиваю, что случилось? Отыгрываешь. Да, я уже отыграл, он говорит, а ты спал? Я говорю, да, вроде да, спал. Самый топ, если бы еще это ты прошумел. Нет, я не шумел, я уже знал, я реально вот был обученный, чтобы не шуметь, потому что я знал, что мне достанется. Я был прям любимчиком у него. Если что-то пошло не так, виноват я. Так что, реально, я ему благодарен, он как раз мне показал, что такое футбол, открыл мне двери. Может быть, где-то он жестил, где-то прям, может быть, было неприятно, но если бы не он, наверное, вообще бы всего этого не было. Про маму и бабушку ты и нам сейчас рассказал, и до этого говорил тоже. А вот отец, вы жили какое-то время вместе. Да. С 4 до 10 лет. Ну да. Но в принципе, в твоем воспитании, в формировании тебя как личности, отец особо участия не принимал. Я правильно понимаю? Ну правильно. Есть такое. Почему ты так вздыхаешь и так... Он сейчас посмотрит, наверное, интервей будет говорить, нет, это не так. Как он любит говорить, типа, я тебя не бросил, я оставил тебя на маму. Ну вот. Не знаю. Да, наверное, это к лучшему, что он и ехал. Почему? Потому что у нас разные характеры. И даже сейчас, вроде пытаемся как наладить отношения, вообще не получается. У него один менталитет, у него другой. Это, наверное, из-за того, что у нас разные менталитеты, и мы не можем найти коннект. И из-за этого я, наверное, даже рад, что в какой-то момент он и ехал в Африку. Потому что, мне кажется, и маме было бы еще бы тяжелее меня воспитывать. И, наверное, ну, то, что он там может иногда сказать, я вообще не понимаю, как это может сказать взрослый человек. Но, наверное, я был бы реально другим человеком. Например, что, я имею в виду, что он такого может сказать, от чего у тебя возникает максимальное непонимание? Да это вот именно какие-то вещи жизненные. Я не могу вот прям привести пример. Просто, я не знаю, он это говорит, он в это максимально верит, а я ужасаюсь. Я именно ужасаюсь, из-за этого я про все это забываю. Вот постараюсь вспомнить на протяжении интервью. Может, что-то скажу? Ну, вот давай-то начнем с того, что отец поддерживает тебя, то, чем ты занимаешься, начиная с футбола, блогерством. То есть, значит, не про это уже, да? Да, не про это. Но, кстати, про блогерство один раз он, да, что-то говорит, вот, ты что-то про футбол забываешь. Типа, я не понимаю, почему ты не тренируешься. Хотя, блин, я тренируюсь. Я, если снимаюсь только на футбольных челленджах, я не понимаю, как это можно сказать, что я не тренируюсь, я про футбол забываю. Но было такое. Или у меня прям, я не очень люблю власть, когда мне говорят делать то, другое. Вот у меня отец, вот, это менталитет у них такой, что если отец говорит, ты должен делать так. Вот мне не нравится, что он, наверное, как вам сказать. То есть, у него такое тоталитарное управление, да? А ты за демократию больше. Да. И он... Ну, как будто бы тогда отцу можно было оставаться здесь, а тебе, наоборот, стоило уехать. Ну, и он как-то... Ну, ладно, это хорошая была. Это очень хорошая была. Ну, вот даже про воспитание, он говорит, отец, ты должен слушать меня, должен делать то, что я скажу. А у меня нет такого. Для меня, что если он отец, он должен доказать, как надо... показать, как надо это делать. Показать, для чего это нужно делать. И просто быть примером. А не вот так вот там. Ты должен сделать то, то это, а он сидит на диване. Я считаю, что это неправильно. Любой человек, ну, неважно, кто он, родитель, друг, там, тренер, он должен показывать, кем он является, и показывать примеры. А то, как ты описал, это как будто бы превращение... В раба. В слугу, да? В слугу, да, там, какого-то? Да. Это действительно так, да, выглядит для тебя? Ну, да. А батя смотрит твои видосы, там, ну, вот ты говоришь, вот этот видос он, может быть, посмотрит. Да. В принципе, он активно следит за тем, чем ты занимаешься? Ну, да, и единственное, что меня вот прям вбешивает, он еще вот показывает каждое видео и говорит, это вот мой сын, это вот то. Я просто люблю такую тишину. Если я что-то сделал хорошо, я думаю, нужно еще больше прибавить, ну, чтобы не сбавлять обороты. А он прям любит показать, это мой сын, вот это мой сын. Вот дебютировал там условно фунейл. А кому показывать? Всем своим друзьям, максимально всем своим друзьям. Я не знаю, у него как будто рассылка на, одна кнопка на миллион человек. Я не знаю, как он это делает. Ну, вот честно. Но это же гордость за сына. А с одной стороны гордость, а с другой стороны это хвостовство. А хвостовство, оно... Ну, они где-то рядом всегда. Они где-то рядом всегда, тут, да, главное... Ну, да, я считаю, что хвостовство, ну, в какой-то момент оно реально накажется. Я не хочу, чтобы он показывал, да, это мой сын, это мой сын, а потом в один момент, когда мне не получится, он скажет, это не мой сын. Ну, тут, понимаешь, не ты же этим занимаешься. Ты же ходишь и говоришь, смотрите, это я. Смотрите, это я дебютировал, смотрите, это я забил, смотрите, какой я красавчик и вообще лучший. Я понимаю. Тут ты не можешь на это повлиять никак. А учитывая нравы твоего отца, который считает, что только он прав, то шансов вообще нет. Кстати, вот это ты прямо просто сказал. Шансов вообще нет. Честно говоря, складываешь впечатление, как будто ты обижен на него. Ты рассказал, почему. Нет, я не обижен. Честно, в какой-то момент я был обижен, а сейчас у меня, наверное, непонимание. Вот именно непонимание. Я не могу быть на него обижен, это там, понятное дело, мой отец, каким бы он ни был, что бы он ни сделал. Но я хочу, чтобы он изменился. Вот реально поменялся в другую сторону. Потому что, да, конечно, вы его увидите, вы скажете, какой он там прекрасный человек. Но вот чуть-чуть есть лицемерие вот это вот. И я хочу, чтобы он реально изменился. И тогда мне было бы с ним легче найти коннект. А сейчас просто каждый раз, когда я пытаюсь что-то сделать, я силы трачу. Из-за этого я не могу вот прямо сказать, что я им горжусь, я его там уважаю или что-нибудь такое. Я просто трачу силы непонятно на что. Я как будто со стенкой иногда разговариваю, мне вот кажется. Вот. А вы часто, ну, ты говоришь, что вы стараетесь наладить там контакт, часто в принципе общаетесь? Сейчас, да. А то был момент, когда я там, ну, раз в полгода с ним мог списаться. А сейчас? Сейчас, ну, да, пытаемся. Ну, как часто? Один раз в неделю хотя бы. Раз, созваниваетесь там, да? Ну, где-то переписываемся, либо созваниваемся. Во время травмы он начал приходить просто. Приходить? Ну, да. Ну, приносить фрукты. Там, после операции пришел тоже. А он тоже все время улыбается, так же, как и ты? Или он не такой улыбчивый чувак? Не, он улыбчивый, но не настолько, мне кажется. Ну, типа, он, да, веселый. Он, я могу сказать, добрый. Ну, да, он добрый для других. Не могу сказать, что прям для меня добрый, но для других он, да. Прям вообще клевый чувак. Я, на самом деле, знаком с таким менталитетом. У меня, да, очень много друзей африканцев, у которых отцы как раз-таки занимаются тем, что они пытаются сделать ребенка тем, кем они не смогли стать. И у меня такое чувство, то что, знаешь, твой отец пытался подарить тебе самое лучшее, из-за этого он пытался, возможно, быть с тобой немного где-то строгим, но намерение у него хорошее. И вот это хвастовство, мне кажется... Может быть. Я не спорю. Я не могу, знаешь, пересадить свою голову ему. Это невозможно. И свои мысли тоже не могу донести, к сожалению. Но, может быть, с возрастом поменяется. Я не знаю. Ну, все-таки, если я правильно понимаю, как работают родственные связи, скорее всего, это твой отец старше, чем ты. И люди старшего поколения, их, конечно, менять посложнее. Это я тоже в церковь один раз ходил, причастился, рассказал о грехах своих. Ну, и про отца сказал, что да, они самые лучшие отношения. Я тоже где-то себя не очень красиво веду. Он говорит, ну, это твой отец, типа, ты представляешь, когда ему там будет лет 80-90, тебе нужно будет приносить ему еды, там, воды, а ему то не понравится, то он будет еще больше ворочать. Я такой думаю, обалдеть. Ну, вот просто у меня в голове было, что еще что-ли может быть хуже. Я не поверю в это. Ну, вот честно тебе скажу, ну, не знаю. Ты не раз упоминал о том, что ты верующий человек. Да. Сейчас снова сказал. Скажи, а были у тебя случаи, когда тебя вот на эту тему, важную действительно для тебя, кто-то как-то подкалывал? Или были какие-то неуважительные высказывания в эту сторону? Нет, кстати. Вообще вот ни разу не слышал, чтобы кто-то как-то отшучивался, либо мне что-то неуважительное говорил. Это от кого у тебя? У меня отец очень сильно верующий и бабушка. Вот прямо от них. У меня мама тоже верит, но не прям, знаете, не прям, чтобы вау, как. Она верит, она молится, да, но у меня отец прям каждый день, каждую минуту, мне кажется, молится. А в церковь ты на сколько часто ходишь? Не прям часто, потому что, честно, и нету прям много времени. Но хотя бы один раз в полгода, один раз в три месяца где-то я должен посидеть. Угу. Ты любишь один ходить? Нет. Я либо с мамой хожу, либо с бабушкой. Еще какие-то традиции церковные, какие-то обряды, что-то такое ты соблюдаешь? Я молюсь перед играми. Вот это вот прям самое главное. Стараюсь еще во время недели молиться. Не всегда получается. Ну, прям перед игрой это обязательно. Пост, когда идет великий, ты... Я, к сожалению, не могу прям заставить себя поститься, потому что не съем я мясо один день, мне очень плохо. Ну, вот прям максимально плохо. У нас будет большой блок про футбол. Ну, про футбол с тобой все говорят. Поэтому давай еще немножко не про футбол. Тебе 20 лет сейчас? Да. 20 лет. 20 лет. С кем живешь сейчас? Расскажи, что это за... Помоги мне тоже туда перенестись на 13 лет назад, вспомнить, что это за жизнь у 20-летнего парня. С кем живешь? Какие у тебя сейчас... Также живу с мамой, бабушкой. Там у нас семья, мама, бабушка, дедушка. Три кота тоже. Семером живете? Да, можно сказать. Да ничего, такая же жизнь. Просто с возрастом, наверное, больше ответственности, больше забот. Это все понятное дело. Там учеба, футбол. Хотя я не прям, чтобы много учусь, но в любом случае учеба, футбол. Потом какие-то свои... Не знаю. Ну, как-то свое в свободное время тоже надо потратить. Досуг. Не знаю. Это прям... Наверное, это прям весело. Я прям кайфую сейчас. Даже вот когда травму получил, я в один момент начал смаковать жизнь. Потому что я был здоровый, и я тренировался по 12 тренировок в неделю. По 12. Я не знаю. Вот сейчас это рассказываю, мне вот как-то тошно становится. Я представляю, сколько я тренировался и сколько я выпускал. Надо было... Да, дополнительные тренировки, они обязательно важны для футболиста. Для любого спортсмена, чтобы быть лучше, чтобы быть увереннее в себе. Но и нужно как-то отвлекаться. К сожалению, у меня такого не было. Отличения от футбола. И, наверное, даже вот эта травма, мне кажется, из-за того, что я перетрудился сильно. Сейчас. Какова твоя жизнь? Потому что раньше у тебя в жизни был постоянно футбол, футбол, футбол. Это единственный человек, который каждый Новый год выходит на площадку побить мяч. За это тебе отдельное уважение. Но сейчас ты выбыл из футбола плюс-минус на полгода. Как ты отвлекаешься вообще от этого? Какая твоя новая жизнь? Вот 20-летний парень, который пока живет без футбола. Что ты делаешь? Также режим есть. Раньше там 9-10, я 100% просыпаюсь. Потом, допустим, реабилитация. Но она у меня всегда в середине дня. Где-то в 16 часов, в 15. А что ты делаешь со временем, которое проходит? Ты просыпаешься до 9-ти? Я понимаю, да. А реабилитацию у тебя часов 4? Да, да. Я когда-то перепрыгнул. Не знаю. Могу поиграть в PlayStation, могу фильмы посмотреть, сериалы сейчас. Особо, к сожалению, не прям погуляешь. Это понятное дело. На велосипеде не катаешься? Да не, не катаюсь. Не знаю. Пока именно первая половина дня у меня максимально пассивная. А потом реабилитация. После реабилитации я могу чуть-чуть прогуляться по райончику. Наверное, вот и все. Ну, по сути, ничем не увлекся. Помимо футбика, я не знаю, на гитаре не учишься играть. Курсы скорочтения не проходишь. Пока нет. Не вышиваешь. Думаю, книжку почитать про Джордана. Я ее купил. Два месяца валяется. Я ее что-то даже и не открыл. Я посмотрю на молодых футболистов. Молодые футболисты постоянно ходят в разные увеселительные заведения, тусят, круто проводят время. Да я и так кайфую, честно. Для меня вот лучшее общение, это, допустим, когда я общаюсь с друзьями. Это вот прям вообще кайф. Я разгружаюсь. Мы там общаемся на разные темы. Просто вот именно кайфую. Даже вот сейчас... У Тема еще нет на это времени. У него, смотри, все, весь день забит. У него... Он занят фильмами PlayStation с 8 утра до 4, дальше реабилитация, а вечером он гуляет по району. А с его ногой сейчас погулять по району, это, ну, занимает не так мало времени. Поэтому все, он погулял по району, пришел лег спать. Весь день забит. Да нет, вот даже сейчас я вот интервью мы с вами записываем, я вот реально кайфую. Я вот максимально расслаблен, общаюсь с максимально просто лучезарными, добрыми людьми. Что еще может быть для счастья? Очень приятно. Классно. Круто. Слушай, ну, ты уже сказал, что ты... У тебя был футбол и учеба, учеба, может быть, не особенно. Ты вот так как-то сказал. А ты после школы никуда не поступал? В Синергию. Это что? Это университет. Это коммерческий, нет? А? Коммерческий, если не ошибаюсь, университет. И ты сейчас там учишься, числишься, отчислен, взял академатпуск, что? Нет, учусь. Учишься, но это дневное или что? Да не прям, чтобы вау, каждую неделю учусь. Там хотя бы раз в две недели прийти. Ну, вообще, в целом, это дневное обучение, на которое, как бы, по правилам обучения надо бы ходить каждый день. Просто тебе не особо это интересно, я правильно понимаю? Не особо, не то, что не особо интересно. Конечно, не интересно, но у меня еще и тренировки были. Что за улыбка? Когда ты последний раз был на учебе? В марте. А ты поступил туда, потому что... Почему? Потому что надо было, так сказали, или... На всякий случай я обезопасился. Чтобы получить отсрочку в том числе, да? Кем ты... Что у тебя будет написано в дипломе? Спортивный менеджер. Спортивный менеджер? Ну что ж, друзья, уважаемые клубы РПЛ, ФНЛ, пожалуйста, если вдруг что, имейте в виду, спортивным менеджером, Артема еще нанимать не стоит, он с марта не был на учебе. Да ладно, это все можно, надо сказать. Про алкоголь. Известная история, что ты... Ты говорил, что ты не пьешь. Ни разу не пил, не курил, даже не пробовал. И ты ни разу даже в жизни... А не был никогда, вот у меня есть тоже знакомые, которые ни разу в жизни не пробовали алкоголь, но, знаешь, на каких-нибудь там посиделках кто-нибудь втихаря обязательно что-нибудь добавлял куда-нибудь? Слава богу, такого не было. Но я, кстати, если... Ну, я там один раз был на бейсменте, я сразу вот так вот смотрю, чтобы вот ничего не налили, я вот смотрю, кола, все, обычная кола, можно попить. На день рождения не пытались один раз подсунуть, но я смотрю, что что-то нечистое тут. И я просто взял сам, налил колу и все. Но вот у тебя именно принцип не пить алкоголь? Да мне не хочется. Вот реально вообще не хочу, и даже пробовать не хочу. И не знаю. Наверное, это тоже такой принцип. Хочется максимально там быть правильным. Ну, сохраниться, имеется в виду. Благодарю. С твоих рук я всегда выпью. А как ты думаешь, когда-нибудь в жизни будет такой момент... Будет такой момент, когда-нибудь в жизни, то, что Тема вдруг решит выпить бокальчик вина? Да не, все может быть в этой жизни. Я реально не отрицаю, что может быть такое, что я решу там выпить бокальчик вина. Но на самом деле не хочу сейчас. Может быть, там через 15 лет жизнь будет не настолько светлая и яркая, что скажу, что надо попробовать. Я надеюсь, что если жизнь будет не такая светлая и яркая, ты все-таки не прибегнешь к алкоголю или к чему-либо другому. Я тоже надеюсь, к этому. И надеюсь, она будет яркая и светлая. Да, а у тебя это вот прямо именно твое решение изначально? Не то, что тебя, там, не знаю, мама или кто-то, бабушка? Нет, понятное дело, что в детстве мне говорили, что пить это плохо, как курить. Но как-то это, наверное, так выработалось, что мне вот и не хочется этого. Первый раз, когда мне говорят, что это нельзя, и я вот прям не хочу. Обычно, когда говорят, что нельзя, всегда хочется попробовать вот это вот, пойти на перекор там родителям и своим родственникам. Ну, сейчас вот прям спокойно. И когда вы на каких-то там, не знаю, были тусах вместе с пацанами из Тудроц, не было такого, что кто-то прям там, не знаю, говорил, давай, Тёмыч, да, ну чуть-чуть, ну разочек. Ну, не, конечно, бывало, что уговаривали. Да просто не хочу, не знаю, как это сказать. Но если не хочу, я, значит, вот реально не буду. Красавчик. Абсолютно чистый весь, хороший, правильный Артём Тумба. А азартные игры? Не, я тоже ни разу не ставил. Я очень азартный человек. Я вот реально, слава богу, там отключили ПСН от, ну, чтобы я не мог платить банковской карточкой, потому что я помню, что в январе, наверное, да, я потратил, по-моему, 1015 на ФИФУ. На поинцы? Да. Мне прям нравилось открывать паки. Я вот после этого реально вот перестал донатить, потому что я понял, что это, ну, плохо, ну, это плохому приведет. Плохо сказывается на моем кошельке. Ну, это тоже, кстати. Ну вот, и ни разу не ставил, потому что я понимаю, что я очень азартный. Просто даже, когда был в детстве, вот эти автоматы с игрушками, я не мог остановиться. Меня вот просто мама вот выдирала, я вот так вот играл. Я просто не мог остановиться. Я пока не взял бы игрушку, я не остановился бы. Ну, у тебя, я говорю, у тебя вот со всеми вещами так. То есть ты пока в кольцо в это не попадешь, ты не можешь остановиться? Когда ты мяч делал радугу, да, пытаясь попасть в кольцо? И вот так с тренировками, да. Я, может быть, и на тренировках 4-5 часов могу остаться, из-за того, что у меня какой-то элемент не получается. И даже если я буду уставший, я должен сделать так, чтобы он получился и не один раз, а три. Чтобы вот там один раз случайно, и два раза там, ну, возможно, что-то есть, и три раза мастерство. Третий раз в это мастерство. Было что-нибудь, что, там, может быть, из футбольных даже элементов, что ты очень бы хотел сделать, но в итоге так и не добился этого? Вроде нет. То есть все, что ты пытался сделать, какие-то финты, какие-то, не знаю, там, штуки для видоса, все у тебя удалось? Это в плане того, что самое тяжелое, это, наверное, в кольцо, когда я не мог попасть два месяца. Я следил, я следил за, через твои сторис, ты каждый день приходил на эту площадку и пытался, сделав радугу, да? Да. По-моему, попасть после радуги, чтобы мяч залетел в баскетбольное кольцо. Просто, да, по 20 сторисов в день. Да, я так бомбил, честно. И вот это именно тот азарт, который нужен, ну, который нужен именно спортсмену, да, просто спортсмену, да, что если не получается, ты должен это сделать. Я вот, наверное, рад, что у меня есть такой азарт, но из-за этого я не буду ставить, я не буду ничего делать такого, потому что, ну, нельзя так. Ты думаешь, мог бы, да, улететь со ставками, даже если бы начал, да? Я думаю, что мог. Ну, вот, кстати, ответ на вопрос бывает, знаешь, упрекают блогеров, вот, вы рекламируете непонятно что. Тут у каждого своя голова, у каждого своя голова, и ты, если знаешь, что у тебя есть с этим какие-то потенциальные проблемы, ты просто заранее можешь себя от этого предостеречь. Вот и все. Ну да. Вот перед, есть яркий пример человека, который... Идеал. Я бы сказал, Нет, ну подожди, ну как, ну как, давай, не может быть такого. Не бывает таких людей. Я не идеальный. Не идеален, да. А в чем твоя неидеальность? Я не воспринимаю критику, вот. Нет, я, может быть, я воспринимаю, но всегда вот прикидываюсь в ручках, как будто я и так знаю. Хотя я вот внутри понимаю, что да, допустим, мама там, либо Жека, либо еще кто-то прав, а я могу вот сделать. Да нет, я знаю, что я делаю. Давай какие-нибудь примеры. Вот по поводу критики, которая тебе не понравилась, и ты как-то отнесся к ней агрессивно, например. Ты вот упомянул Жеку, еще кого-то. Ну Жека прям такого агрессивного не было бы. С мамой было, да. Почему-то. Что именно он сказал? Да там не то, что прям агрессивно. Просто, наверное, вот маму, не знаю, это наоборот хорошо, она все время со мной общалась, у нее есть такая, ну осталась такая привычка, что если что-то произошло, она каждый раз хочет узнать мое мнение. Там, допустим, там котенок утонул, его спас человек. Ты бы там как поступил? Ну это просто пример я привожу. И вот у меня, ну мама каждый раз спрашивает, ну то есть котенок не утонул. Котенок не утонул, да. Слава богу. Ну и мама каждый раз спрашивает мнение, а бывают такие прям, как сказать, ситуации реально патовые. Где бы, я, наверное, знаю, как поступил, но понимаю, что маме бы это не понравилось. Не помнишь примеры конкретные, очень зашли бы сейчас? Сейчас вспомню. Вот недавно был. А, кстати, да, это было со съемками. Меня Жека Спиряков приглашал на 20 ударов, не на 20 ударов, а на битву против... Пулевой против вратаря. Да, вот. А так как у меня почему-то в какой-то момент просто удары перестали лететь, я забивал все, что угодно, но не попадал в ворота. Ну я не знаю. И мне мама говорит, вот зачем ты же снова обосрешься в плане этого? Ну, она очень переживает просто. Отговаривала тебя идти к Жеке. Да, это... У нее просто есть такое, что она прям переживает, когда там кто-то что-то плохое написал, у нее прям крышу сносит, она прям может где-то ответить в комментарии, где-то еще что-то. А я вообще, ну, обосрался, ну что же. Я как будто первый раз обсираюсь, и меня прям это прям дергает. Я говорю, мам, успокойся, это все равно. Ну да, бывает такое. Надо просто исправиться в следующий раз. Вот и все. А у меня мама прям хочет, чтобы я везде был лучшим. Я, конечно, тоже хочу, но, к сожалению, не всегда получается. Смотри, две вещи. Во-первых, мама смотрит все видосы? Да, она прям все видосы смотрит. Вот я прям, вот в чем уверен, у мамы каждый видос, и вот это красное, знаешь, оно всегда до конца. Я помню, я даже как-то один раз общался с твоей мамой, когда ты играл за ФК «Деньги», а я был тренером ФК «Денег» в том матче, когда ФК «Деньги» игрались на спорте, и долго был счет 2-2. Темычу надо было что-то там с мамой вместе как-то пораньше уехать, и он мне оставлял свой телефон, и мама его звонила, говорит, ну что, где там Тема уже? Сейчас, сейчас, и надо еще, чтобы он немножечко поиграл на поле пока, тут как бы 2-2, все. Но в итоге пораньше тебя отпустили тогда, и вроде все было нормально. А тебя, ты вот говоришь, что ты к критике относишься так к себе, но при этом ты человек с большой, комментарии к этому не относятся, это именно критика близких тебе людей, правильно? Да, ну вот комментарии, но опять же, столько людей, столько мнений, ты каждому не можешь угодить. Это вот, как сказал Пирло про Криштиану Роналду, когда он забивает 1 гол, почему говорят, что он не 2 забивает, когда он забивает штрафной, там стенкой что-то было не так, когда он забивает пенальти, он не может забить с игры. Вот так же вот с любым человеком. Ну невозможно там сделать так, что прям каждый бы поаплодировал тебе, сказал, ты молодец. Но при этом, то есть на комменты ты не обращаешь внимания? На комменты это... А мама обращает? Да. Ты говоришь, да? И давай вспомним случай, когда мама кому-нибудь как-нибудь где-нибудь что-то отвечала. Что это были за комменты и как отвечала мама? Ой. Давай сейчас вспомни комменты. А, вы зачем вспоминать? Есть инстаграм? Подожди, есть? Ага. Она даже в инстаграме может ответить людям. Я зачастую удаляю эти комментарии. Но не всегда. Потому что мама обижается. Она говорит, ну зачем ты удаляешь это? Я же пишу, я стараюсь, тебя защищаю. Я говорю, типа, мам, меня не надо защищать. Угу. Сейчас. А она? Она все равно считает, что надо? Да. Она говорит, появится у тебя ребенок, ты поймешь, что это такое. Мне кажется, так все родители говорят. Нет? Смотри. Куда? Мама? Сейчас, чем уж. Вот как раз, начиная с этого, и вот тут мама. Вот это мама, да? Да. Так, видно нормально? Давайте я прочитаю. Темыч, садишь обратно, чтобы по картинке было нормально. Значит, Темычу пишут, а вы, блядь, дохуя чего добились, да? Один напиздел и слился, а второй сидит, жопу лижет. Ну, это подписчик меня защитил. Просто. Это подписчик защищает, да, тебя от людей, которые говорят, какого хера ты не набил, там один подписчик защитил, да, а вот этот подписчик говорит, что я слился там, и... Да, да, да. Ну, и мама, вот мама отвечает ему, дам совет, как альтернативно одаренному. Исчезни, желательно туда, откуда вылез. Спасибо. Ты такая, ты как говорится, спасибо. Да. Как культурно, мама его послала. Так нет, тут интересно, что чувак какой-то... Там ты что, там Санта-Барбара целая, я тебе говорю. А, это еще не все? Это не все, там чего? Ну, я все, наверное, не буду читать, но там дальше, дам тебе совет, уроки, это отвечает твоей маме, отвечает человек, дам тебе совет, уроки, иди, учи, долбоящер, потом советы давай. Вот так вот человек ответил маме Пантерыча, на что мама написала, конечно, родной, твои родители не научили, вот и приходится грязную работу выполнять. Пойди, в руки словари возьми, и знакомые буквы поищи. Слушай, ну у тебя мама прям вышла участвовать в жестком интернет-сраче. В жестком интернет-сраче, да. К сожалению, дальше не подгружается, не знаю, есть ли смысл, в принципе, суть ясна. Суть ясна. Ну, слушай, тут, наверное, да, видишь, тебе главное тут до мамы донести, то, что, твое восприятие, твое. А мама не понимает, она говорит, вот появится тебе ребенок, когда ты будешь за него переживать больше, чем за себя, тогда ты и поймешь. Ну, на самом деле, конечно, на комменты в интернете сильно, сильно реагировать не надо, и тоже не надо тратить на это свои эмоциональные силы, ну, а так, маме большой привет снова. Мама, привет, мы тебя любим, а я тебя еще себе не люблю, чем Эрик и Федос. В целом, было бы странно, если бы было не так. Хотел это сказать, да, но решила на всех случаях это не говорить. Смотри, мы с тобой очень давно общаемся, и у Эдена интервью ты говорил о том, что у тебя ни разу в жизни не было отношений. И отношений. Да. Но он боялся потерять, потому что мы же выяснили. Да, мы уже поняли, что ты боялся потерять, но все-таки хотим спросить, не изменилось ли что-то? Мог бы я сказать, что изменилось, но, к сожалению, нет. Или, к счастью, кто знает. Почему? Ты видный мулат в Москве, неужели нет женского внимания, особенно, который смотрит на тебя, знаешь, со стороны? Ты есть. В чем проблема тогда? Да, хочется, ну, когда буду в отношениях, тогда, да, а так, пользоваться, знаешь, девушками не очень хочется. Я говорю про отношения, сейчас многие подумают, что... в отношениях, понятное дело, так, чтобы раз, там, удовлетворять себя, два, там, непонятно, какие будут эмоции у девушки, вдруг она прям вообще влюбится, или наоборот, будет меня ненавидеть, не надо это. Вот в отношениях можно, да. Ну, да, тем более, тоже на ноге травма, не на руке, поэтому все нормально, работаем. Были какие-то намеки на... Мутки. На мутки. Ну, просто на отношения или как? Да. На отношения, да нет, не было. Вообще? Вообще не было. Ты то есть, ну, никогда ни с кем не общался? я типа гулял, но у меня не было прям на серьезке вот так вот, чтобы сразу влюбился, или там, она в меня влюбилась, такого не было. Просто обычно проводим время и все. Ну, я так понимаю, что это как раз из-за твоей вот этой повернутости на футболе полностью, да? Наверное, да, кстати, тоже верно, потому что, ну, я боялся, я сейчас думаю, что отношения прям не могут изменить твой статус в футболе. Да, если там девушка ненормально, условно говоря, говорит, что ты должен все время вот делять время своей девушке, и все, тогда понятно, что надо таких обижать. Есть девушки, которые наоборот окрыляют, вот, и я тогда думал, что все девушки... Откуда тебе знать? Ну, откуда, да, согласен. И я думаю, тогда думал, что все девушки именно это зло для футболиста. Что это зло? Да, зло для футболиста. Да, и я прям думаю, думал, что нет, девушка, да ты что, у меня футбол, я должен добиться своих целей, а потом уже искать себе девушку. А сам как относишься к тому, что тебе 20, не было пока отношений, я не говорю, что это плохо, мне интересно именно твое к этому отношение. Спокойно. Все нормально, да? Да, куда торопиться-то? Ну, честно, я думаю, я до сих пор думаю, что лучше сначала, как вам сказать, сделать себя, сделать свое имя, там, карьеру, и потом уже можно гулять смело там. Ну, ты правильно сказал, что бывают девчонки, которые окрыляют. Очень часто это мужик становится, мужик расцветает, когда входит в какие-то отношения. Это прям часто бывает, да. Ну, я согласен. Я же не говорю, что я пока не стану там Лионелем Мэхи, у меня девушка не появится. Нет, если у меня девушка появится, значит появится. Ну, давай тогда главной любви всей твоей жизни. Да, что-то не могу сказать, что сейчас любви. Ну, сейчас у вас небольшой период, период, да, конфетобукетный прошел, сейчас у вас немножко напряженка, но я думаю, что все будет хорошо, и вы снова будете максимально любить друг друга. Как вообще футбол-то появился в твоей жизни? Максимально случайно, я вот честно, меня мама хотела отдать в баскетбол, ну, нет, сначала в теннис, потом на плаву. Ты всегда был высоким, да? Нет, не всегда. Ну, просто там, у меня отец же баскетболист, и они вот прям хотели, чтобы я был баскетболистом. У меня отец бы подсказывал, ну, как двигаться, там, как там трешки, условно, просто подсказывал и советовал бы. А так, для начала, мне хотели просто отдать любой вид спорта, чтобы я креп, чтобы понял именно суть спорта. Там, на каратэн, тэквондо, плавание, теннис, ну, футбола там вообще не было. В итоге мы сидим на уроке русского языка, наверное, либо там математики, точно не помню. Первый класс? Да, первый класс. Это 2-3 сентября. И к нам заходит вот такой вот дядька. Ну, третий, да, 3-4 сентября, неважно. Нам вот такой вот дядька заходит, очень высокий, ну, с возрастом, конечно, но, и такой говорит, мне нужно 5 человек. Там, показывает на меня, еще на 4-х. Забирает на зал и говорит, вот, мы открываем там секцию, дюш-80. Мы бы хотели вас видеть, а я думал, что нас просто парты сейчас будут таскать, ну, заставят таскать парты. В итоге он говорит про футбол, я такой вообще думаю, что это такое? Я звоню сначала маме, говорю, вот, меня там хотят записать на футбол, что это такое? Ты правда не знал, что такое футбол? Я вообще не знал. То есть ты не играл, будучи там ребенком? Да я просто пинал, но я не знал, что такое футбол. Ты не знал, что это называется футбол? Да, да, я мог пинать мяч просто, и все. Ну, поворотом не бил, просто вот с мячом бегал в ногах и все. Хотя я реально бегал с мячом в ногах там с 4 лет. Приходит этот дяденька. Это офигенно. Я еще никогда не видел людей, которые говорят, я хочу вас записать на футбол. А что такое футбол? Я просто пытаюсь вспомнить, как там я узнал, что такое футбол, и не могу. Вот мы знаем, как узнал Темыч. Ну, и в итоге, я, конечно, на следующий день заболел, ну, через недельку, меня выписали, я пошел на тренировку, тренер меня хвалил, прям вообще. И, к сожалению, это была единственная тренировка, где он меня прям хвалил, любил, и в итоге потом меня уничтожал. Тебе самому вообще нравилась эта идея? Да, мне прям нравилась. Я не знаю. И футбол тебе сразу прям понравился? Ты в него влюбился? Угу. Я не знаю как, но просто я кайфовал как-то. Я ни о чем не думал, просто там бегал с двумячем, выигрывал там своих оппонентов, и тренер на меня мог орать, если я потерял мяч. Ты попал в школу. Откуда у тебя появилась одержимость именно этим видом спорта? Потому что сейчас мы узнаем то, что ты вообще не знал, что такое футбол. Тут ты попадаешь, а сейчас сидит передо мной человек, у которого, ну реально, футбол головного мозга. У тебя на первом месте стоит футбол. Откуда она взялась? Я, наверное, могу сказать так, это все не сразу было. Сначала у меня был тренер, Антон Николаевич, который вот прям говорил, что вот, вы должны тренироваться. И когда у нас были, был отпуск, ну как отпуск, каникулы, он сразу нам давал программу, пистолетики, там, с выпрыгиванием, отжимания прессы, говорил, чтобы у всех там были такие-то результаты к возвращению, там, лучше, чем было, там, на 15 раз. В итоге, там, меня мама заставляла каждый раз, а я хотел поиграть, там, в казаков-разбойников, либо просто в футбол поиграть. А меня мама вот за шкирку выбрала и говорила, там, сначала 30 страниц почитай, а потом иди, занимайся. Ну, то есть, тогда у тебя еще не было вот этого вот самоконтроля полнейшего? Нет. я, когда попал в локомотив, но я с самого начала, ну, честно, не выделялся, вообще не выделялся, было очень тяжело, я начал дополнительно тренироваться с тренером. Потихоньку, там, начал с себя приходить, уверенность появилась. Тебе тоже мама, получается, нашла тренера? за гонорар тренеру, он с тобой занимался? Да. За деньги? Да, и в итоге тренировался, чувствовал себя комфортно, и в какой-то момент, когда я перешел в ЦСКА, я опять же, что-то не догонял, потому что я в последний год в локомотиве просто провафлил, из-за того, что был тренер, были там тренировки, вообще, ну, ужасно, мы просто через барьеры прыгали, а мне это не нравилось, я хотел с мячом всегда вот так вот потренироваться, в Джога Бонита поиграть, в итоге получается так, что мы просто бегаем через барьеры, мне это не нравилось, и в итоге я потихоньку начал забивать на это. Прогуливал тренировки? Не, не прогуливал тренировки, просто... Халатно относился? халатно относился, да. Вообще было на все-все равно, и потом прихожу в ЦСКА, понимаю, что реально очень тяжело, вот максимально тяжело, и мне мама говорит, вот это из-за того, что ты вот не дотренировался, я тебе говорил, что ты должен все равно тренироваться, потому что, кто знает, что будет там завтра. в итоге начал сам просто заниматься с фишками, где-то поворотом бил, в итоге за полгода пришел прогресс, хороший прогресс, и в итоге еще Крапива познакомился с Димой Мулином, а я прям смотрю, у них такие тренировки активные, именно футбольные, мне прям загорелось, я попросил, чтобы он меня с ним познакомил, и вот, наверное, эта точка, когда я тренировался с Димой Мулиным, дополнительно, Димой Мулиным, это легенда шоу «Хочу вам кал», он был на первом еще, по-моему, созыве «Хочу вам кал», ну и потом всплывал в некоторых командах. Ну да, и в итоге это прям та точка, когда я стал именно дисциплинированным, профессионалом, считаю. То есть Дима Мулиным повлиял на твое профессиональное... Ну вот это вот все, вот этот весь путь повлиял на мою жизнь. Слушай, вот я сейчас слушаю о том, что ты в Локомотиве халатно относился к тренировкам, ты не думал никогда сдаться, то, что тебе надоело, то, что ты не хочешь это делать, тебе больше хочется поработать с мячом, а футбол это все-таки... Нет, тогда я не думал сдаваться. Тогда я просто перешел в ЦСКА, вот когда я перешел в ЦСКА, я такой думаю, не чтобы закончить футбол, а, наверное, надо перейти в ФШМ, чтобы почувствовать уверенность, чтобы я начал хотя бы там играть и забивать. В итоге мне говорят, ты дурак, ты играешь в ЦСКА, это один из лучших, если не самый лучший клуб России. Ну, не играешь? Ну, не играю, да, но... Числишься? Числишь, да. Как бы ты здесь, но ты не игрок состава? Не игрок состава, да. И они мне говорят, что ты должен воспользоваться этим шансом, но если бы не мое крушение, наверное, все пошло бы под откос. А так, спасибо родителям и друзьям. Ну, я так понимаю, да, что именно маме вообще ты должен быть благодарен за весь твой как раз-таки роман этот с футболом и то, что он так долго длится, потому что она прям тебя в этом плане заставляла заниматься многими вещами, да, на которые ты, может быть, и забил бы сам. Круто. А как случался переход во взрослый футбол? Большой футбол? В настоящий? Ну, я сначала отправился в Ростов в молодежку. Там первый... Ну, что значит отправился? Ты же не проснулся как-то во вторник, такой, у меня через час самолет в Ростов, полечу на просмотр. Пригласили в Ростов, поехал на просмотр, показал себя вроде неплохо. Меня взяли, что потом в молодежке вот был полтора года. Первый год был максимально тяжелый, ну, потому что адаптация к другому городу, и тут я понял, что реально футбол это не вся моя жизнь, потому что в Москве, когда у меня что-то не получалось, я мог бы отлечься. У меня там были друзья, съемки, вот это меня просто переключало, и я к своим неудачам, так, конечно, все равно я самокритичным был, но не настолько, каким я стал в Ростове. В Ростове, да, у меня было пару друзей, и в итоге они все уехали в разные клубы, и я остался вот на время один, и было максимально тяжело. Я помню, мы приезжали в Ростов снимать, как карта ляжет, 21-й, мне кажется, год, и вместе с Темочем ели разные виды шаурмы. Вот как раз я пришел в Ростов. Да, 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 ну и было видно, насколько ты как будто бы такой, тебе, знаешь, может быть, немножко одиноко, и ты увидел людей, которые как минимум тебе знакомы, потому что там ты жил в квартире, ты говорил просто, у тебя тренировка, квартира, тренировка, квартира, вот так вот. Вот так вот. Очень вирусными становились всякие видосы, где Валерий Георгиевич Карпин подкалывает тебя. Да я вообще не понимаю, что вот так вот именно начали реагировать. Вот это была шутка от Георгиевича, ну вот честно, шутка. А потом начали думать, что вот, ко мне так плохо относятся, говорю, это шутка. То есть в Ростове к тебе не относились с пренебрежением, то, что вот блогер пришел в профессиональный футбол, как они считали? Я имею в виду подписчики. может быть, поначалу было. Ну, потому что у меня именно первый год, я считаю, провальный был в Ростове. Именно по статистике, по футбольным качествам я вообще себя не показывал. А еще Сибыч меня прибил тогда. Он снимал мою футбольную карточку FIFA, и я такой думаю, да ну, ну зачем, ну нельзя же так делать. А у меня максимально был тяжелый футбольный период. Ну, в итоге, слава богу, как-то в 22-м году потихоньку начал выбираться, начал доказывать свою состоятельность, в итоге так попал в основу. И все-таки вот эта вот история о таком странном отношении, это правда, это точно абсолютно в всем профессиональном футболе. Это даже в Европе вот с Прокопом было в Болгарии. Ну, понятно, что и там, но таких примеров меньше, потому что в Европе медиафутболистов он только один и был, кто туда уезжал, а с нашими ребятами, которые попадают в профкоманду, такого больше. И я даже знаю, что вот сейчас недавно, например, были профессиональные футболисты, которые отказались играть за одну команду на товарищеском турнире с медиафутболистом. Типа, это медиафутболисты надоели уже. Нет, в коллективе такого нет. Могут подколоть, но в коллективе все смотрят на тебя, как на футболиста. Но если ты в этой команде, значит, ты футболист. Так, ну, я себя не рекомендовал как блогер. Все видят, что, да, может, у меня там не всегда что-то получается, но я максимально с концентрацией всегда подходил к тренировкам. И я, если у меня что-то не получалось, я шел дополнительно тренироваться, именно, чтобы у меня появился навык. А когда не шел дополнительно тренироваться? Первые полгода-года у тебя были сложные в Ростове. Очень тяжелые. Интересно, как ты это все поборол и вот добрался до основной команды. Вот расскажи про этот, знаешь, вот путь. Тебе было сложно и потом в итоге... Да я не знаю, наверное, опять же окружение. Даже был же момент, когда как раз-таки я сегодня вспоминал уже этот матч, когда ты играл за ВК Деньги против на спорте, когда ты же тогда приезжал как раз из Ростова в Москву и у тебя было, я помню, прям такое... Я не играл, у меня было... Чуть ли не депрессия у тебя была на фоне того, что тебя вообще не выпускали, да? Я потом из-за этой депрессии просто заболел. Я первые сборы пропустил молодежки. Что-то у меня стриптококковая инфекция была какая-то найдена в крови. Потом я болел просто непонятно как и полтора месяца просто вот валялся на кровати и ничего не делал. Что с тобой тогда было? Как ты занимался, может быть, с психологом? Или опять, наверное, мама тебя вытащила, да? Да, вот тут, да, наверное, мама пыталась вытаскивать, но там, наверное, у нее самой сил не хватало. Она тоже это тяжело переживала. Тут, наверное, не могу сказать, вау, какой я сильный и типа это все переборол. Это стечение обстоятельств. Вот опять же, был, наверное, не в самом говне, нет, было тяжело, да. Не играл, не показывал себя, как я мог себя показать. Где-то что-то не получалось и, наверное, я переборол. Перетерпел, переборол и потом просто, наверное, жизнь вознаградила, Бог вознаградил и дал вот небольшой просвет. И потихоньку я начал выходить из этого. Только что, только что, можно потом нарезать будет для каких-то играм-каналов или так далее, на протяжении, примерно, наверное, полутора минут Артем Тумба ни разу не улыбнулся. Когда он рассказывал о сложном периоде своей жизни. Я просто вспоминаю, там реально не до смеха. Ну, хорошо. С какими мыслями ты в Ростов обратно уезжал? Вот тогда, когда ты приехал в Москву, тебе хреново, ничего не получается. Не было? Хорошо, даже я могу так спросить. Были ли реальные мысли, а может быть, нафиг? Может быть, надо заканчивать? Я вообще не сентиментальный человек, я не плачу вообще, но я не знаю. Но, наверное, первый раз за 10 лет, когда я заплакал, это на видосе уничая. Да, когда вспомнил про его отца. Да. Но тогда я реально заплакал. Я не очень хотел в Ростоев. Я заплакал, потому что было тяжело. Я думал, что я не справлюсь. Я ехал, наверное, ну, на сборы, первые сборы как раз с молодежкой. Я, я не знаю, я вот пытаюсь эти чувства вот вам описать и не могу, потому что это была просто тьма. Это не в плане того, что там тренер плохой либо еще что-то. Все было именно в футбольном плане хорошо, но, наверное, я сам себя загнал, когда у меня ничего не получалось, а я именно самокритичен. Вот максимально самокритичен. Меня никто так не убьет, там, ни тренер, ни комментарий, ни еще что-то, как я сам себя. Потому что если там вот было там пару моментов, когда я в Ростове в основе не забивал там пустые ворота против торпеда, не забил Сочи, вот это меня и, наверное, подкосило в какой-то момент. Потому что я потерял уверенность и я начал сам себя съедать. Как? Типа, я человек, который тренируюсь там, наверное, 24 на 7 не могу вот такие моменты забить. И вот сейчас смотрел интервью Смолова как раз. Он, наверное, дал подсказку в плане того, что он же сам не забивал там сколько? Три года. Был даже знаменитый аккаунт в Твиттере, назывался он «Забил ли Смолов» и там появлялись в дни матчей в Твиттере «Нет, нет». Да, и он говорит «Надо где-то на поле остаться, потренировать ударочки, чтобы это прям навык появился. Где-то просто именно отпустить вот эту ситуацию. Я не умею так отпускать. Даже вот сейчас, типа, когда я не играл в «Элисе», я не мог отпустить ситуацию и я еще больше тренировался и еще больше тренировался. И что-то я не знаю. Единственное, мне надо вот научиться. Я думаю, если я научусь это делать и, наверное, все мои проблемы уйдут. Это отпускать ситуацию. Не думал, может быть, с профессиональным психологом поработать. Я не тот человек, с которым можно именно поговорить с психологом. Не работает потому что? Да. Я, во-первых, максимально закрытый человек. Ну, как бы это странно ни звучало, я могу открыться при своих людях. Я могу открыться там, не знаю, там, своим самым близким людям. Вот так, чтобы максимально с психологом поговорить? Нет, я не могу. Тем, многие так говорят, и, знаешь, есть хороший пример из сериала Тед Лассо, который постоянно пытался поговорить с психологом, он относился к этому как-то. Знаешь, я не верю, что он мне поможет. Пренебрежительно. Да, пренебрежительно, но в итоге действительно некоторые сеансы помогли понять все-таки, что происходит не так. Мне кажется, что ты можешь пойти к психологу, и в этом нет ничего плохого. у меня было два психолога. Один просто, я тренировался, ну, дополнительно тренировался, у нас был отпуск, я готовился уже к сборам. И там пришел психолог, просто так, тренер по физподготовке просто сказал, пришел психолог, ну, типа, пусть он с вами поговорит. Он мне говорит, вот у тебя есть проблема, вот этот самоконтроль, самобичевание, и ты хочешь все держать в контроле. Это не получится. Вот просто это не получится. Вроде я это понимаю, а вроде не могу вот это принять. Потому что, там, условно, если я там тренируюсь 24 на 7, у меня было это в голове, значит, я должен именно здесь, сейчас, там, становиться лучше. Вот у меня еще есть такая проблема здесь и сейчас. Вот просто, я именно хочу, чтобы я вот тренируюсь, значит, ты должен сейчас это сделать. Не готов в долгую, да, смотреть? Я не готов, да, не то, что не готов, по-любому ты дальше смотришь в долгую, но всегда хочется этот результат. И, наверное, даже когда я там плакал, когда ехал в Ростов на сборы, я понимал, что будет тяжело и вот этого всего сразу, чего я хочу, чтобы я там был звездой Ростова, чтобы я там много забивал голов, такого не будет. ты говорил, что ты когда уезжал в Ростов тогда из Москвы, ты там плакал, и это был, ты не хотел ехать на сборы, все-таки, как ты все это переборол? За счет чего? Что тебе помогло? Именно сам, что повлияло максимально, чтобы ты, там, не знаю, начал снова получать удовольствие от футбола? Дисциплина. Если отмотать так же время, и мне не говорить, что это произойдет, я бы все разы бы играл бы. Ну, потому что в 20 лет, там, не играешь, в тебя пропадает уверенность, ты именно думаешь, что ты должен играть здесь и сейчас. Вот это максимализм, вот это вот желание, вот эта любовь к футболу, наверное, в один момент меня и погубило. Надо было терпеть, то есть, надо уметь терпеть. Я вроде, да, максимально терпедивый. Вот когда я дебютировал, я именно перетерпел с высоко поднятой головой вот эту всю ситуацию. И меня вознаградил Бог. Сейчас, к сожалению, да я даже скажу, нет, к счастью, он, наверное, даже не наказал, а просто мне показал, что нужно действовать осторожней, нужно действовать, как вам сказать, с умом. Здесь и сейчас этого не будет. Потому что если бы все это было так легко, наверное, и все там ездили бы на Ламборгини, на Феррари, жили бы в Дубае, и все. Кто-то из тренеров сказал, что физически Артем Пантера готовый футболист не только для РПЛ. Единственное, что ему не хватает, как раз Альберт Николаевич. И поэтому, я считаю, что вот это время ты можешь провести с пользой и вернуться уже физически готовым. Я считаю, даже не только физически готовым я буду, сто процентов. Именно главное ментально сейчас подготовиться. Насколько я знаю, это сэру Алекса Фергюсон, это же эти слова. Пепо Гвардионе. Мне так сказал Альберт Николаевич. Он мне сказал, я вижу, что ты можешь заиграть. Это сто процентов. Если ты не заиграешь, это будешь виноват ты. Но ты фрукт позднего созревания. Примета, как данность. Не клубника получается. Не клубника. А я вот именно хочу здесь и сейчас. Вот это главная ошибка. Альберт Николаевич прям не сказал. Нет. Здесь и сейчас. А к другому тренеру хочу спросить, с которым у тебя было много взаимодействия, о которых мы сегодня уже тоже вспоминали. Валерий Георгиевич Карпин. Какие у вас вообще в целом были отношения? Он меня прям учил. Он, я не знаю, много времени уделял. Говорил что да как. Про вес, про питание, про футбольное качество. То, что тоже. Психология тоже. Это он мне тоже говорил. Сладкое запрещал? Конечно. Я при нем сладкое не ел. Втихаря только, да? Я протеинные батончики только ел. Как прокоп. Открываешь магазин, и сахара тут меньше, чем у тебя в холодильнике или где. А был какой-нибудь у вас большой личный разговор с Карпиным? Или может быть небольшой, но такой какой-то объемный? Нет, такого не было. Не было? А какой-нибудь совет, который дал тебе Валерий Карпин, запомнил? Прямо таких вау-советов, которые не было. Чтобы прям запомнил, сказал, да, Валерий Георгиевич вы правы. Ну, наверное, обычные вещи мне говорил. Ну, ты чувствовал, что он в тебя верит? Да. Да? А он сам тебе говорил о том, что давай, работай. Я не думаю, что Валерий Георгиевич будет говорить, что он в эфире в тебя. Ну, просто да, я, наверное, чувствовал это. То есть действие, да? Скорее, когда вот он выпускал на поле, ты уже понимал, что этот человек, например, не начинает доверять. если он выпускает, значит, верит, я считаю. Тем, ты всегда говорил о том, что мечтаешь выйти на большой стадион, причем в РПЛ. Не где-то, а именно в РПЛ. И вот происходит тот самый момент. Ну, да, еще против ССК. Такая табличка, да, с твоим номером. Вот наконец-то мечта сбывается. Что ты почувствовал в этот момент? Честно, сказали бежать переодеваться, я побежал переодеваться, я вообще ни о чем не думал. Именно просто думал, главное не обосраться, типа, как я это умею делать, выйти на поле и более-менее показать себя. Ну, в итоге, еще вышел, было волнение, не то, что небольшое, было огромное волнение, потому что еще играю против своего бывшего клуба, так, если можно сказать. И на стадионе было 30 тысяч болельщиков, по-моему, если я не ошибаюсь, потому что Фернандо заканчивал карьеру. Это именно, реально, эмоции незабываемые, когда ты идешь к своей мечте, когда не сразу все получается, когда бывают и провалы, когда и бывают и взлеты, взлеты, и в какой-то момент ты, наверное, осуществляешь мечту, что ты выходишь, ну, дебютируешь в РПЛ. Но это первая мечта. У тебя еще одна была мечта забить, наконец-таки, свой первый гол. И ты неоднократно был близок к этому. Я помню один момент, который то ли чуть выше перекладина, то ли ты попал, по-моему, в перекладину, когда ты великолепно ударил, но не забил гол. Ну, я бы не сказал, что это великолепно с пяти метров выше ворота ударить. Но, да, были моменты, и, наверное, вот это вот мое желание меня и убило. В плане того, что когда сильно хочешь и прям не отпускаешь этого, у тебя этого не получится. Ну, это даже Криштиану Роналду тот же самый пример, который, ну, привык забивать пачками, но в какой-то момент он перестал забивать, и он прям этого очень сильно хотел. Раньше-то он знал, что будет момент, он забьет, а сейчас он прям очень сильно этого хотел, где-то пенальти не забил, а потом еще что-то не забил. И вот реально уверенность пропала, и вот это вот желание, когда перевешивает разум. Просто ты не можешь сконцентрироваться на моменте и спокойно забить. А ты вот принимаешь мяч на грудь, уже бьешь и думаешь, наконец-таки я забил, и в итоге мяч летит выше ворот. Реально так было, что ты подумал еще... Я же там бежал радоваться уже. Серьезно? Да, там не видно было. По-моему, там видно было, я уже бегу, и потом вижу мяч выше ворот и падаю, как будто меня пристрелили. с вот этим вот ударом выше, пересматривал, потом прокручивал там как-то в голове. Пересматривал, мне кажется, неделю. Вот реально. Именно понять, как бы я мог... Ты мазохист. Я прямо мазохист жилоский, да. И неделю пересматривал, думал, как бы это исправить, что, ну, что я должен был сделать в этом моменте. Ну, ниже пробить? Ну, понятно, что ниже. Ниже на 5 метров. Ну, да. Ну, не на 5 метров, там совсем чуть-чуть было, ну, в любом случае, но... Да. Я, наверное, в этом плане мазохист. Я не знаю, почему. Вроде мне не доставляет удовольствия вот это смотреть свои промахи, но я думаю, что это меня в какой-то момент разозлит. Ты не думал просто забыть и идти дальше? Думал. У меня это не получается. Наверное, вот сейчас получится после травмы. Я вот реально говорю, что после травмы я осознал... Ну, не то, что прям полностью осознал эту жизнь. Я понимаю, что, да, торопиться некуда. Там, хочется побыстрее, ну, что уже поделать? И даже, когда я получил травму, я был максимально спокоен. Я думал, что, наверное, это прям так и должно было быть. Чтобы я где-то успокоился, чтобы где-то я переосмыслил жизнь, чтобы, наверное, начал правильно вот действовать. А вот это то, что я тренировался по 12 раз в неделю, это ненормально, это неправильно. Не было никакого восстановления. Я просто тренировался, тренировался и тренировался. А сейчас, когда я выйду, конечно же, у меня не будет такого, что я буду стойко тренироваться, потому что нужно восстановление, чтобы колено не оттекло там, или чтобы, не дай бог, был рецидив. Сейчас ко всему надо относиться с головой, и это я реально понял. И то, что некуда торопиться, да, конечно, хочется здесь, но, наверное, Боженька так специально делает, чтобы проверить тебя, готов ты к этому испытанию или нет. А как тебе кажется, этот твой промах повлиял на то, что тебе стали давать меньше шансов играть? Не знаю. Мне кажется, он на меня повлиял, как минимум. Ну, вот это то, что, как я промахнулся, хочу здесь и сейчас, хочу забить гол, это мне нужно было. Наверное, вот. Ну, потому что, в принципе-то, мне кажется, в большом футболе один промах не должен влиять на отношения. Он вообще ничего не решает, ну, вот честно. Это я себе в голове отдал программу, что я, если дебютирую, я должен сразу забить гол, там, через себя Рабон. Ну, понятное дело, что такого не может быть, но просто забить гол, там, в дебюте. Ну, я почему-то в голове себе рисую, вот это все идеальное. Оно не может быть, вот просто не может быть этого все идеального, но как-то хочется внутри. Для этого ты много тренируешься, много стараешься и думаешь, что оно должно где-то вознаградиться. Но это так не работает. Ну, это реально такая история подросткового, юношеского такого максимализма. И хоть ты уверен в том, что это не решается как-то с психологом, каждый раз, когда ты о чем-то таком говоришь, мне снова хочется сказать тебе, Темыч, если все-таки, возможно, ты просто там не нашел какого-то своего человека, и здесь, на этом моменте, кто-то из нас должен наконец-то все-таки протянуть визитку психолога. Да нет, просто это, знаете, тот случай, если бы я не понимал бы этого, я бы понял, что 100% психолог мне нужен. А тут, ну, когда мы тренировались, и там пришел психолог и сказал, что надо делать, это мне не помогает. Ты понимаешь проблему, но у тебя нет, не было путей ее решения. А в этом в том числе и заключается... Он дал мне эти пути решения там записывать там условно в блокнот, чего ты добился, чего нет, или там... Это немножко все равно не то. Мы тебе все-таки намекаем на то, что есть такие психологи, которые поговорят с тобой лично и не скажут тебе, что тебе прям вот нужно делать здесь и сейчас. Они тебя просто направят на правильный путь, где ты сам дашь ответы на свои вопросы, которые, возможно, ты думаешь, что ты уже получил, но благодаря психологу ты получишь немножко иное. Аренда Велес. Почему именно Велес? И какие еще были вообще варианты? Уфа, Кубань и там Армения и Казахстан тоже были варианты. Да Велес, ну что, это Москва, это комфорт. Ну, я не из таких воображений, типа, это соображений, что это комфорт. Я тут буду гулять. Нет. У меня сразу... Я понимал, что Велес, а у меня сразу был именно пункт тренировки. Восстановление, тренировки. Я понимал, что там... Я могу тренироваться и с Димой Мулиным, и с Аликсом Наней, и с Вадимом тоже. по физподготовке. У меня сразу этот план был просто расписан. Даже когда... Можно было бы увеличить до 23 тренировок в неделю в Москве, получается. В целом. Я считаю, что это было всевозможным. Я вот именно понимал, что, наверное, и я там могу чуть-чуть перезагрузиться, если у меня что-то пойдет не так. И я смогу именно развиться как человек, как личность, как футболист 100%. Просто когда футболист из Ростова переходит в команду Велес, который находится... Переходит все-таки в аренду. Уезжает в аренду. Многие подразумевают, что этот игрок скорее всего станет основным игроком или как минимум будет частенько появляться на поле в составе команды из низшего дивизиона. Наверное, получилось так, что турнирная таблица была не самая у нас лучшая. И доверились ребятам постарше. Реально, ну, сторожилам прям доверились. То есть, считается, что ты мало выходил на поле как раз-таки из-за того, что... Я думаю, да. Ну, потому что понятное дело, что в футболе результаты-то все. Ну, без результата ничего и не будет такого. Если ты не показываешь результаты, уходи в отставку или еще что-то. Понятное дело. Как Велес относился к тому, что ты посещаешь тренировки Тудротс, а не... Вот это вот, да, я вообще не понял, что я пропускал тренировки Велеса ради тренировок Тудротса. То есть, они тебе давали добро. Насколько просто мне известно, из телеграм-источников представитель Велеса говорил о том, что никаких договоренностей с Темой Пантерой у нас не было. Я не знаю, что можно сказать. Давай сейчас придумаю. Но они были. Да пызь. Все, самое главное. Типа, я уже сказал, что они были, по сути. А ты хоть раз в жизни пропускал тренировку по неуважительной причине? Вообще такого не было. Вот ни разу не было. Вот мне так и думал, да, что у тебя, наверное, такого никогда не было. Я там мог школу пропустить первый раз по неуважительной причине, там, в девятом классе. Но именно тренировки, вообще такого никогда не было. И когда вот это вот сказали, что я пропускаю тренировки, ну, Сева, по-моему, на черном столе сказал, а у вас там Пантера появляется, пропускаю тренировки в Велесе. И вообще, вот с этого я офигел, честно. Ну, ты тоже. Но я понимаю. Нельзя же слушать недожурналистов. Ну, это правда. Надо верить действительно грамотным источникам. Была информация, что ты чуть ли не задумывался о том, чтобы, опять же, вот в этот период, когда ты в Велесе перестал играть, что ты чуть ли не задумывался о том, чтобы опять закончить с футболом. Ну, нет, в пять я ни разу не заканчивал с футболом. да. Это в моей голове ты просто задумывался о том, чтобы закончить с футболом, когда тогда приезжал играть за деньги, и вот сейчас? Наверное, не то, что прям полностью закончить футболом, а взять паузу и получить удовольствие. А взять паузу, это 100% закончить футболом. Ну, это 100%. Ну, это даже, когда там Коржа говорил, что он решил взять паузу, я сразу сказал, что он закончится футболом, если он в ближайшее время не возьмется там за голову и не будет играть. Я так же считаю. Я, наверное, думал взять паузу, но у меня совсем другое. На самом деле нет. Понятное дело, что наверное, я считаю, что да, я был близок к тому, чтобы вообще завершить профессиональную карьеру. Ну, это опять же мой максимализм. Надо уметь терпеть. Ну, это жизнь. Это даже не только в спорте, это даже и в жизни. Все будет идти по одному месту, мы будем находиться в дерьме, но это нужно терпеть. Вот реально. Терпение труд, все перетрут. Общался с кем-то по этому поводу, советовался или сам принимал решения все? Типа мне мама говорила в плане того, что вот зачем ты стойко тренировался, зачем ты стойко прикладывал усилия ради того, чтобы закончить футболом и выходить в медиалигу. Это не то, что она не любит медиалигу, а просто в плане того, что статус у тебя были совсем другие мечты, у тебя были совсем другие цели ради того, чтобы играть в медиалиге. Я понимаю, да, о чем говорит твоя мама. Ты всегда мечтал стать не просто профессиональным игроком, ты мечтал играть в лигах по типу испанской, английской. Ну, наверное, я как могу сказать, что это я мог говорить, но в душе я в это не верил, я считаю. Наверное, это может быть, я себе циник набивал, тоже может быть такое. Просто даже сейчас думать о завершении карьеры, ну это очень глупо. А когда ты получил травму, играя... Вообще я об этом не думал. Нет, играя в медиалиге, мама что-то сказала по этому поводу? Она очень переживала просто и все. То, что я получил травму. Да эту травму можно было везде, где угодно получить. Можно было вот сейчас по лестнице идти, там где-то навернуться и получить крест. Ну это понятное дело, ну просто вот такой случай получился. И этот случай со мной произошел, мне кажется, вообще 100% не в медиалиге, где-то в другом месте бы он произошел. Ну вот это вот прям, я в этом вот уверен. Потому что, да, вы скажете, что это бред. То, что за один год реально возле меня было стойко людей и крестоносцев, я уже их так называю. В плане того, что где-то кресты порвали, где-то еще как-то травмировались. И потом еще в FIFA я смотрел, короче, видеоролик. Ты это видел? Да. Я смотрел видеоролик карьеру про Цудроц. В итоге меня выкупили из Ростова, я там играл, забивал фанел, все было прекрасно, но я там тоже порвал кресты на левом колене. А дата, знаешь, какая была? 29 апреля, как и в реальной жизни. Я думаю, ну, это вы скажете, да ты вот просто за уши притягиваешь. Но я уверен, что в 100% это бы произошло не 29 апреля, попозже. Давай так, для тех людей, кто немножечко не понимает, есть ютубер, который снимает карьеру Тудроц на ютубе, и Тёма смотрит его, один из немногих его подписчиков, который действительно смотрит и следит за своей карьерой. Да он просто попался мне, да. Да, и там видеоролики как раз 29 апреля, к сожалению, Тёма травмировал кресты. Это случилось за несколько... За три месяца до этого. За три месяца до матча, который прошел 29 апреля в реальной жизни, где Тёма травмировал кресты. А я ещё такой думаю, блин, карьерку, надо посмотреть. Наверное, там тоже есть. Ещё я там был, я так и радовался, я забивал, думаю, ну вот верюсь, я так же буду забивать. Я прямо в этом уверен, 100%. В итоге я ноги забил. С лечением твоей травмы, это всё-таки не бесплатная же история, насколько я понимаю. Жека оплатил. А? Жека оплатил. Жека. Всю эту историю оплатил Жека из Тудроц, Бобзонис. Полностью покрыл все расходы. В данный момент у тебя аренда в Велесе закончилась, да, насколько мне известно. Ты принадлежишь Ростову. Да. Ты вернёшься в Ростов, может быть. Есть ли какие-то... Ну, по контракту, да. До конца 24-го у меня же контракт с Ростовом. Угу. Не знаю. Угу. Может, конечно, всё поменяется в этой жизни. Опять же, жизнь штука непредсказуемая. Ну, пока, скажем так, просто цель восстановиться и вернуться в свой клуб. Да. Угу. Большой респект Жеке Бобзонису за то, что действительно взял полностью на себя все эти расходы. А, кстати, сколько это примерно? 220. 220 тысяч рублей. Угу. Это месяц реабилитации. Нет, это без реабилитации. Ещё 70 реабилитации. А живёшь роскошно? Не могу сказать, что я живу прям роскошно. Сколько тебе нужно на жизнь? Ну, я не знаю. Конечно, всегда хочется больше. Ну, я могу ответить там 300-400 тысяч, как сволов. Было бы прекрасно. Ну, если на данный момент, я думаю, 100 хватит, 150 должно хватить. 100-150. С зарплаты, которую тебе платит сейчас Тудросс, ты можешь купить себе новый айфон? Не буду говорить, что я могу, а что нет. Условно нет. Ну, скажу просто нет. Вот так захотел. Понял. Ты знаешь, кстати, то, что обманывать нельзя? А я не обманываю. Я сказал, вот так он захотел сказать. Хорошо. А какая зарплата, кстати, у тебя была в профессиональном футболе? Да, вот так я буду рассказывать. По контракту. Там же написано в контракте. Больше 100 тысяч рублей. Не разглашать. Нет, ты не называй сумму. Больше 100 тысяч рублей. Возможно, да, возможно, нет. Красавчик. Красавчик. Слушай, я думаю, что у тебя в профессиональном футболе получится всё. Отвечаешь на вопросы. Вот так же, вот знаешь, играть не надо, как отвечая на вопросы. Вот шикарно. Да. Ну, давай тогда про Тудроц ещё немножко. Давай. Тудроц – твоя семья. Ты всегда говоришь везде, как ты любишь эту команду, эту семью, как ты благодарен. Там Жеки, Некиту. Ты помнишь своё первое появление на Тудроц? Да, я помню. Я, короче, ещё в школе был. Жеки написал, он мне не ответил. И в итоге там же был вратарь Андрей Возный, вратарь зверя, он снимался видеоролики. Я такой говорю, брат, я не знаю, вот хотелось бы там попробовать Тудроц посниматься. А я Тудроц смотрел, сейчас скажу, 100% 17-го года. Нет, даже раньше, 16-го года. Первый видос я смотрел, когда у них был футбольный челлендж, они по яйцам били. Надеюсь, не друг друга. Не друг друга, это понял. Там был Панда, Герман, Тудроц. Фуферы ещё, нет, это не фуферы ещё, это до фуферов. Да, это было ещё до фуферов. Что? Я ему написал, ой, нет, я ему сказал, он сказал, да окей, давай замолву словечко. В итоге, где-то через недельку, Жека создал группу и сказал, я пока там в Риме отдыхаю, давайте на следующей неделе снимем там воскресенье. И типа такой, вау, ещё друг справа от меня, либо слева стоит, я не помню, уже точно говорит. Обалдеть, это круто, типа он за меня порадовался. Потом приезжаю на съёмки, вот как раз в воскресенье это было, а с другом, с Крисом, было максимально такое стеснение. Я себя неловко чувствовал. На камере я... Если сейчас я не очень говорю, тогда я вообще молчал. Мне просто Жека говорил, что надо сказать, и я за ним повторял. Всё. Много улыбался, ну, улыбался вот реально не из-за того, что я очень много улыбаюсь, из-за того, что я стеснялся. Вот есть у меня такая привычка, когда я стесняюсь, я вот реально много улыбаюсь. И выглядел как дурачок. Получается, практически всё интервью сегодня стеснялся. Ну, я про ту привычку говорил. Ну, вот. Есть любимая съёмка на Дротс, съёмка, которая запомнилась тебе больше всего? Да, наверное, есть. Это... Там был челлендж, не челлендж, а новая рубрика. Там снимался Хул, не помню, Тарасович не снимался или нет, и я снялся. В итоге там у меня всё получилось, я все задания выполнил практически. Битва за стука ты имеешь в виду, нет? Нет, не битва за стука, а битва за стука, наоборот, самый худший ролик, когда я 4 тысячи забрал. Там, помнишь, когда я ещё пяткой исполнил вот этот момент? Да, всё, я понял, о каком-то ролике говоришь. И там я после этого видеоролика попал на 4-3-3-3, потом там просто было много позитива, и тогда я стал ещё увереннее в себе, вот. Как у тебя мама реагирует на ролики Тодорос? Здорово. Именно здорово? Да, она прям кайфует. Но там же много мата. Да ё-моё, ну кто не матерится? Ну вот это вот, да там же много мата. Да мы этот мат везде, мне кажется, слышим. Вот сейчас выйдем на улицу, там кому-то он наступит на ногу, и там мы начнём услышать вот такие вот прекрасные слова. Ну как мы выяснили, мама у Пантерыча в Инстаграме активно комментирует фотографии, там этого тоже навалом. Я думаю, что очень много. Тебе больше по душе тот Тодорос такой домашний, весь уютный, который был, не знаю, там в 18-19-20-м годах? Или та команда, которая есть сейчас? Наверное, раньше. Раньше было лучше, я скажу так. Но с другой стороны, если бы Тодорос бы не развивался, мне кажется, не было бы столько просмотров. Новые персонажи, уже больше футбольный клуб, чем челленджи снимаем. Ну, я считаю, что я не могу именно сказать, что прям намного лучше было тогда, потому что и сейчас тоже прекрасно. А у этой команды, которая есть сейчас у Тодорос, смогла бы быть конкурентоспособной в ФНЛ? Сто процентов. Вельс бы обыграли? Может быть, ты еще... Да. Не знаю. Может быть, ты тогда еще и примкнешь к секте тех, кто уверен, что она и в РПЛ была бы конкурентоспособной? Не, в РПЛ не уверен. Но именно конкурентоспособной. А если бы ты был бы здоровый? Тогда да, конкурентоспособной были бы. Правильный ответ. Я помню, что у тебя захотел в твой инсту вот как раз тогда еще, как раз, наверное, в 19-м году, и у тебя был очень прокачанный аккаунт, он до сих пор прокачанный. Там у тебя, у Мбейпа, у вас было по 300 с чем-то тысяч подписчиков. У Мбейпа больше нет такого счастья. А у тебя все еще остался тот аккаунт. Ты помнишь, как случилось, что у тебя пошел активный рост прямо? Да, я помню, просто в один момент у Дроса именно очень сильно выстрелил. Мы набирали практически каждый вот видос миллион просмотров и больше, а некоторые видосы вообще по 2 или по 3 миллиона набирали. Битва на 50 тысяч была. И реально, столько гивов еще было. Не гивов, а конкурсов. Еще с конкурсов приходило людей. Да и просто тогда было легче набрать аудиторию, чем сейчас. Потому что, по сути, на камере было там 4 человека, 5. А сейчас уже по 30 человек. Ну и да, на новеньких подписывались гораздо активнее, чем сейчас. Ну да, вообще намного активнее. Не было у тебя никогда звездной болезни или каких-то намеков на это? Ну про звездную болезнь именно я сам не могу сказать. Наверное, мое окружение может сказать. Говорил тебе кто-нибудь об этом? Ну кто-то да, говорил. Я не знаю почему. Вроде веду себя все так же, потому что, блин, ну все приходящее и уходящее. Мне кажется, нужно в любом случае оставаться человеком. Будь ты миллионером, будь ты там долларом миллионером, будь ты бомжом, но человеком ты должен оставаться. Потому что, ну, именно человеческие качества, они очень много решают. Если ты хороший человек, в какой-то момент тебе может другой человек подойти и помочь. Ну вот просто там где-то протянуть руку помощи, где-то там еще что-то сделать. Но когда ты, ну, у тебя поведение там желает оставлять лучшего, такого не будет. И даже если ты там миллионер, если у тебя там все хорошо, но ты не самый лучший человек, в какой-то момент это все пропадет. И тебе некому будет обратиться. Ну это гениально абсолютно, я считаю, что после такого прекраснейшего, мощнейшего, длинного спича нам останется задать просто несколько вопросов блиться и идти есть вкусные салатики в гримерке. Че? Да? Начинай тогда, Федя. Поехали. Твоя главная цель в жизни? Вот сейчас, кстати, вот не знаю, потому что до травмы я бы прямо сказал заиграть в футболе сто процентов. Да и сейчас, наверное, это, знаешь, цель, мечта осталась, но просто хочется на данный момент переосмыслить себя. Вот именно понять, как нужно действовать, как нужно избегать вот тех ситуаций, которые у меня были, просто вот повзрослеть и помудреть. Найти баланс. Найти баланс в этой жизни, да. Чем занимался бы, если бы не футбол? Было бы моделью. Моделью чего? Нижнего белья. Нижнего белья, допустим. Колготок, судя по всему. Ну да. Ну не, не знаю. Может быть, да, блогером было бы. Может быть, снимался там, ну, моделью было бы. Может быть, вообще был бы кандидатом на какие-то науки. Кто знает. Ну, чего бы не ходил? Куда тебе? Ну, согласен. Пиковый Манна или пиковый Василий Маврин? Блин. Тебе надо сравнить игрока Тудрот с игроком ФК Деньги. А я вот прям тут не знаю. А ты за обе команды играл? Ну, на данный момент, я тебе скажу так. Именно по результативности 100% Манна. По результативности. Человек и забивает, и отдает. Пиковый, пиковый. Я говорю про пиковый. То есть пиковый. Маврин, наверное, пиковый, да, был, на мой взгляд? Ну, он немного забивал, и он немного отдавал. Ну, по сути. Они на одной позиции. Именно по результативности 100% Манна. Это прям железно. Тут даже никому ходить не надо. По влиянию на игре, ну, на игру, наверное, даже Вася Маврин, честно скажу. Вася Маврин прям, честно, это, ну, вышка. Он очень спокойный, он, ну, спокойный в футбольном плане. Не в человеческом, а в спокойном футбольном плане. Он всегда знает, куда отдать. Вот, ну, меня вот это прям поражало, его мышление. И последний вопрос. Сможет ли Фортуна заиграть в профессиональном футболе? Твое мнение. Да, я думаю, может. Но, опять же, чтобы он заиграл, нужно, чтобы все звезды сошлись. Ну, просто так вот так сказать, типа, сможет ли Фортуна заиграть или нет, тяжело прикинуть. Потому что, допустим, ну, попадет он в какую-то профессиональную команду, там даже РПЛ. Но там же свои трудности будут. Справится он с ними или нет. Это вот так же, как Прокопы. Он же попал в Ботев. Он там вроде и играл хорошо. Но он не справился ментально, мне кажется. Не смог адаптироваться к жизни. Да, вот, он не смог адаптироваться. И так же, и тут футбол, это же не только футбол, именно, когда играют 22 человека. А это и вся жизнь, что проходит за футболом. Это город, это твое окружение. Ну, это практически все. Ну, когда говорят, что футбол – это жизнь, это да. Ну, сто процентов. Потому что футбол захватывает себя не только стадионой и болельщиков, которые там находятся, а просто именно всю твою жизнь. Вот весь твой быт, который у тебя есть, именно в жизни, он это все перейдет и на поле. Сто процентов. Последний вопрос все-таки будет не такой, а от меня. Команда мечты, в которой ты хотел бы когда-нибудь оказаться. Любая. Ливерпуль. Ливерпуль. Ужас. Хотя даже хотелось бы поиграть под руководством Юргена Клопа. Не знаю, мне Юрген Клоп прям, мне нравится он. Вот его манера общения, его манера поведения с игроками, его вот эта вот энергичность, вот это прям вообще топ. Вот он даже заряжает тебя, когда ты смотришь вроде футбол, когда ты не играешь, не участвуешь в этом матче, а просто смотришь и насладаешься, но он все равно тебя заряжает. И в конце, так как это происходило на протяжении всего интервью, вот например сейчас только что мне в ухо Сева подскал, когда с ним общался-то, блять? Кто с кем? Ты с Юргеном Клопом, что так рассуждаешь? Чтобы ты понимал, вот все интервью, вот такие вещи мне прилетают, я их фильтрую. Ну когда Фифо играл, я там с ним чуть-чуть пообщался, я был президентом клуба, а он тренером, вот и все. Понял? Он вообще в подчинении работал. Ну да. И последний вопрос, я не могу его не задать, потому что мы его задаем практически каждому нашему гостю. Чем Тудротс сейчас популярнее Амкала? Ну как минимум просмотрами, это уж понятное дело. Скажи мне даже, почему Тудротс сейчас популярнее Амкалы? Почему этих просмотров больше? Мне кажется, именно тематика видосов разная. Интереснее все-таки смотреть Тудротс, потому что, не знаю, челленджи могут, ну, каждый посмотреть. Это так, ради забавы. Да и даже матчи, типа, матчи Тудротс всегда что-то происходит. Это прям, вот даже к Ванге не ходи, в каком-то матче что-то произойдет. Вот сколько мы сейчас матчей сыграли, я не помню, там, без какого-то случая не обходилось. В Амкале более-менее спокойно. Вот реально, это более спокойствие, это так. И, кстати, игроки тоже постарше. Там Сибскана, там Спиря, ты. Там много игроков, которые постарше. И, наверное, уже не хватает тех эмоций, которые передают ребята из Тудротс. Более молодежный вайб. Да. Всем спасибо. Тебе огромное спасибо, Тём, что он наконец-то сюда пришел, причем оделся под свет комнаты. Это очень круто. Был великолепный Артем Тумба, он же Артем Пантера. Не менее великолепный Федор Маслов. Ну и я, Эрик. Просто Эрик. Просто прекрасный, всеми любимый Эрик. Нет. Да. Всем спасибо. На этом я сюда кончу. Спасибо, дорогой. Пока. Лечись. Спасибо. Лечись, выздоравливай и возвращайся. Субтитры сделал DimaTorzok